Субтитры сделал DimaTorzok 6.07, начало 7 утра Вам наверняка очень интересно И вы спросите, Даша, а куда это вы собрались? А я вам отвечу Стоп Вы наверняка по названию этого видео и так все поймете Хотя я еще не знаю, как оно будет называться Так что все равно рассказываю Вчера, а для вас уже не вчера В общем, скажу недавно Я проводила в своем телеграм-канале Кстати, я там очень часто со своими подписчиками общаюсь Так что если ты до сих пор не подписан Ссылочка внизу под этим видео Подписывайся Так вот Недавно в своем телеграм-канале я проводила опрос В какой город мне поехать? Ребята, напишите, проголосуйте Там лидировали два города Чернополь и Ивано-Франковск А вот какой город мы выбрали И в какой город сегодня поедем Вы узнаете чуть позже Мы уже выпили кофе, умылись Оделись У меня сегодня такой розовый стиль Розовый рюкзак Жилетка, худи Единственное, лосины черные Даже шнурки розовые Так вот, мы уже почти полностью собрались Родители там некоторые вещи еще проверяют Все ли мы взяли Я уже вышла сюда Чтобы дышать свежим воздухом Смотреть на этот красивый вид Вот почему я не просыпаюсь рано утром И по утрам такая красота В общем, я их жду И мы отправляемся И вы вместе с нами Погнали Так, пока родители там пошли выносить мусор Я вам быстренько покажу Как мы тут все оборудовали Просто весь багажник завален Я взяла обязательно с собой Хабиби Взяла спайдерменом Это просто Без них никуда Вот так у меня тут все выглядит Когда мы ехали первый раз Два четвертого Вещей было чуть меньше Мама, доброе утро Доброе утро Вы переживали, где Юля? А вот она я Привет Привет Мама вместе с нами Так что не переживайте В общем, вот так выглядит мое место Я тут себе оборудовала Все розовенькое Рюкзак розовенький Подушечка розовенькая Хабиби розовенький Там мои все для школы Тоже В розовой папочке Тебе нравится? Мама в розовой худи Я тоже в розовой худи Мы сегодня все на розовом Единственная папа Немного не в теме Так что Не пыталась У кого вообще был розовый? А чего? Это прикольно было бы Я не против В общем, вот так выглядит мое место Вот здесь я буду ехать Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребятки Мы остановились на первой заправке Может быть, если там открыта кафешка Мы, кстати, тут уже были Когда в первый день уезжали 24 числа Потом еще Когда мы в Киев обратно ехали Мы тоже тут были И сейчас уже третий раз Так вот Может быть Так вот Если там открыта кафешка Мы уже там покупали еду Первый Два четвертого Так вот Если там открыта кафешка То, возможно, нам даже удастся позавтракать Потому что я очень хочу есть Завтрак это самый важный прием пищи И Я люблю завтракать Что я могу сказать? Так что, да Единственное сейчас, о чем я думаю Это Еда Я очень хочу есть Даша Ты что-то делаешь? Да, я тоже тут флук снимаю Слушай, у меня такие мысли Может быть Сходим в кафешку вот ту Посмотрим Вот в ту? А ее не видно Не видно? Сходим Посмотрим Вообще Что ты хочешь? Покушать? Я очень голодный У меня прям вообще Живот Начал болеть Сейчас папа придет Может что-то сообразим Приходим На поиски еды Да, мама Идем на поиски еды Идем О, меня тоже снимают Я снимаю маму Так, мы сейчас пойдем В одну Я хотела все в сторону Давай посмотрим в ту В ту На ту кафешку Открыта она Бузя Ты собачки Какие красивые Так, я не знаю Можно ли к ним подходить Так, походу О, открыто Нам повезло А что такое? Тебе не понравилось? Идем посмотрим Еще в другом месте Открыто А тут очень даже миленькое тепло Чисто в украинском стиле Мама сейчас позвонит папе Спросит вообще, что он хочет И тогда мы уже сделаем заказ Я надеюсь, что завтрак кинесит Быстро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, заряжаемся И отдыхаем Здесь красиво Да Можно покушать, отдохнуть Попить чайку, кофейку Сейчас Даша выйдет Ну, Шонька, ты где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратно, только не облокачивайся Я лежу, отдыхаю Давай, вставай Давай, вставай, косточки поразминаешь Я не хочу Давай, здесь красиво Лучше погуляй, разомнись Воздухом потышим Я сейчас упаду Я сейчас упаду Даша, вылази давай Никак не можем Дашу достать из машины Ребят, помогите ее вытащить погулять Сидит и все Я хочу полезать Оставьте человека в покое Ребят, напишите в комментариях Чтобы они меня оставили в покое У меня нет личного пространства Все, я вообще хочу закрыться Чтобы я их не трогался До свидания Ну, вот вы видите, что это творится такое Ну, вот Ребятушки Я прочитала ваши комменты И мне было очень приятно Что вы за меня переживаете Где я? Что я? Куда я подевалась? Вы спрашивали, где мама Дашина? Где Джессика Кэт? Спасибо вам большое, что вы переживаете Как видите, со мной все хорошо Я жива Я здорова И радуюсь жизни Продолжаю это делать По крайней мере Несмотря ни на что Мы какое-то время расстались Потому что я осталась во Львове Потом мы встретились в Киеве И теперь мы едем обратно путешествовать Так что продолжайте оставаться нашими друзьями Нашими верными подписчиками Следите за нашей интересной жизнью И кто хочет, поехали с нами Будет очень много прикольного И интересного Юлька Ты что там с подписчиками разговариваешь? Да Что ты им рассказала? Рассказала, где я, что я, почему меня не было Понятно, посмотри какая красота Субтитры сделал DimaTorzok Вы уже все заправились? Вы только вставляете? Только вставляете? Что он говорит? На ЧДМ только вставляю Так, по часу долго вы? Вот так вот ребята приехали заряжаться А тут зарядка уже занята Мужчина тоже только приехал заряжаться Так что мы будем ехать или на другую Или ждать, я еще не знаю Так, все, мы пришли Пошли Это наша третья остановочка За сегодняшнюю поездочку Мы сейчас идем В идеале мы рассчитываем на хот-доги Когда я в последний раз ела хот-дог? Я уже честно Очень вкусный хот-дог с вкусной сосиской Ой, ну ты конечно раскатала губу Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Я пока села Жду маму Пока она забирает заказ Нам осталось ехать 3 часа 180 км Я только что посмотрела Сейчас мне уже немного подустала Но Мы двигаемся достаточно быстро И это хорошо Все Мы хотели хот-доги Мы получили хот-доги Так, мы сейчас будем Или в машине кушать Или там Мы в машине покушаем Или внутри? Зачем мусорить в машине? Вот я там же Зачем мусорить в машине? Да? Да Даша ж потом не будет там пылесоса Да Зарядка отличная Очень быстрая Мы еще покушать не успеем Зарядимся И все И это последнее Мы уже через 180 км Будем Тихо Пока не говорим А не говорите еще? Да Еще ни разу не сказала? Нет Вы позже знаете Я держу в тайне до последнего Я бы сказал Я бы сказал Я бы сказал А я нет Мы сейчас хотим забронировать заранее место в отеле Чтобы приехать Мы уже будем уставшие И заселиться сразу Вот этот я вчера видела И вчера многое искала Ну вот следующий Я бы сказал Я бы сказал Аааа Серпантин Мама у меня тоже обалдеть тут поворотики конечно крутые взлетаем мне тоже будет такой адреналин американские горки отдыхают украинские горки рубля что случилось то что-то нехорошо укачала есть нет немного такое дорога не очень на воде поэтому качал и дальше тоже укачал где посмотри что она уже вышла да шуня что-то мама укачала тебя тоже а кому сейчас хорошо этой жизни часе укачала и водичку дыши водушкам да поедем скоро просто мы ехали по вот таким дорогам я попыталась уснуть и мне все плохо стало меня накрыло я думаю сейчас наверно станет лучше не знаю красивая природа скажи в таком живописном месте просто глаза не верю леса горы очень красиво реально заснула такая сонная да я реально заснула пыталась направляйтесь на запад днем и какой запад google какой запад google этот видео снимаю а ты на запад на запад он речушку увидел интересно стало решил подойти ухты прикольно интересно здесь рыбе есть рыба или нет рыбы через 300 метров поверните направо да помолчи ты google ребят как думаете это здесь рыбка есть какая-нибудь или нет а кто любит раки здесь наверно раки есть прикольно пройдусь по мостику если упаду это знаете я вас всех люблю красота что малыш тут такая красота ну страшно ну так нужен контентик контентик нужен зачем хочу показать вдалека общий фон общий план ребятам где мы остановились какая природа 5 минут подышим едем дальше мы уже едем 7 утра почти а сейчас почти 5 вечера представляете как мы устали еще и еще и мы не приехали немножко правда осталось я б 같습니다 меньше полтора Итем а то я боюсь дев Rem Supo я боюсь что ты упадешь cerro нормально что дальше полегчало все дошунь например nom полегчало тебе и мне ну что едем дальше е Ребята, а вот мы и приехали. Наконец-то вы узнали, в каком мы городе. Итак, ребятки, мы приехали в Ивана. Франковск! Наконец-то вы узнали, в каком мы городе. Даша, ну что, ты рассказала уже? Да. Мы приехали в этот прекрасный город. В общем-то, да-да-да, наверняка вы сейчас напишите, что, а как же то голосование в Телеграм-канале? На первом месте больше голосований было у города Тернополь, на втором месте был Ивана Франковск. Но мы в своей семье тоже решили проголосовать. Папа выбрал город Тернополь, но мы с мамой выбрали Ивана Франковск. Так что наша женская банда победила. Ничего-ничего, папа соберет подписчиков, соберет свою мужскую банду и в следующий раз победим мы. Так, давайте там будем активничать. Посмотрим, посмотрим. Будем активничать, пацаны, соберемся и в следующий раз выиграем. Но все-таки, давай спросим. Я не знаю, да, мама сейчас ищет отель, мы позвонили уже в один отель, там не оказалось номеров. Ну что, мама? Мама, отель нашла? Нет, представляете, я ищу, нет ни одного отеля. Будем тогда на улице ночевать, да? Я в шоке, нет. Будем побожевать? Ага, конечно. Мы будем искать. Не парьте, сейчас все найдем. Что вы переживаете? Давай, уже скоро вечереет. Да, если мы сегодня не успеем найти отель, это будет очень плохо. Я не хочу ночевать в машине. Я тоже. С Хабиби. Ну все, поехали дальше искать отель. Искайте, будем. Все, папа остается там. Пока. Доброго дня. Нам потребен номер. Два дорослих и один подлиток. На сегодня? Так. Нам на две ночи. Сегодня и завтра. Что там, расскажи. 600 гривен. Вообще дешевая. Она простенькая, да? Да. Даша, будешь простенькая? Я могу фотки показать. Вот такие фотки. Ой. Не то? Да. Посмотрите, это на пару ночей, а потом будем искать себе нормальную. Нормальную квартиру. Мы два дня хотим в отеле каком-то переночевать. Пока не подберем себе квартиру. Не в машине же нам спать. Пока не подберем себе нормально. Но я ничего, ребята, не нашла. Все отказываются. Все переполнены на отеле. Я по букингу заказала. Они мне перезвонили и сказали, что букинг там неправильно, что ошибка. У них все забронировано. Мы уже надеялись на этот отель. В итоге они нам звонят, говорят, мест нет. В общем, нас кинули. Да. Мы ехали с надеждой, что мы сняли номер, а оказывается, его нет. То есть, остались у них. Ничего не осталось. Давай его посмотрим. Вот это, да, что я сейчас звонила? Угу. Давай. В общем, мы ребятки, походу, нашли отель. Сейчас родители только что пошли, посмотрели номер. Мама пошла оформлять. Мама пошла оформлять. Я еще пока номер не видела. Так что да. Ну, такой не очень. Средненький. А сейчас мы с тобой будем выгружаться. Да, вещей очень много. Да, ребят, давайте я вам покажу, какой отель. Он недорогой, но очень так атмосферный. Вот такой дворик небольшой. Вот наши окна отеля. Нам разрешили прямо возле отеля поставить автомобиль. Сейчас сказали нам вынесут из этого окна выкинуть розетку, и мы сможем подключить свой автомобиль на зарядку. Бесплатно и надолго. Так что на утро автомобиль полностью будет бесплатно заряжен. Здесь дорога, трасса. Мы можем отдельно в наш отель заходить вот здесь. А вообще сам отель. Вот его главный вход. Желтенький такой, скромненький. Вот его главный вход. Вот сам отель. Это единственный отель, где нам вроде как нашли места. Тот, что дешевый по 600 гривен, не сильно нам подошел. Номер. Это нам дали немножко другой, чуть подороже. Он тоже не очень, но побольше. Раза в два. Вот еще один отель через стенку. Это другой хозяин. Так здесь нет номеров. Сейчас я вам покажу. Даша, а можно я покажу маленький рум-тур? Давай. Даша не против. Ребята, она разрешила мне рум-тур. Мама, я забираю мое дело. Да, я забираю твое дело. Я надеюсь, что я не хуже это сделал. Но если я сделаю это плохо, то ребята в комментариях тебе напишут, что лучше не папа пусть не проводит рум-туры. Hello. Вот наш номер. Есть диван, ой, кровать. Здесь уже стол, стулья. Ну, такие две кроватки. Также есть телевизор и душ. Тут дыша лампочка перегорела, она дядя под еще поменял. Даша боится в темноте купаться. Вот дядя пришел, он нам поменяет сейчас все. Главное, что он большой. Даша любит большие номера, потому что маленькая паника. Паника, да, Даша? Ну, кажется, так некомфортно. Смотри, ты можешь там спать, ты можешь тут спать, но мы с мамой полюбаться. Мы с мамой будем только здесь. Вот окошко, вот автомобиль. Не знаю, отсвечивает окно, видно, нет. В общем, там автомобиль. Вот так вот. Сейчас вещи свои попереносим. Главное для меня сейчас, чтобы была удобная кровать, чтобы я могла принять душ и все, лечь спать и отдыхать. Но мы что приехали со своими, что? Подушками. Это самое главное. Ребята, знаете, почему? Когда где-то ездим, берем сюда свои подушки. Потому что они у нас самые удобные. Они самые удобные, и мы к ним привыкаем. И когда приезжаешь в отель, и там где подушки, иногда бывает, что не можешь целые сутки, двое заснуть и выспаться. Поэтому мы взяли свои. И вообще, когда мы 24-го убегали, мы их не взяли. Я не помню. Да. Я не помню, по какой причине мы это не сделали. Паника. Паника, шок. Ну, много чего не взяли. Ну, да. А сейчас мы, когда вернем из Киев, мы более компактненько собрались. Больше вещей собрались. Продумали, да. Продумали больше вещей. В общем, пока мы приехали в Ивано-Франковск. В общем, не знаю, как мы будем. Руль Тур. Буду читать комментарии, почитаю, что напишут. Напишут. Папа, отстой. Фу. Не это вот. Не бери камеру в руки. Пусть Даша снимает. Пишите, давайте. Не-не-не-не-не. Ребята, вы честные. Пишите правду. Так, все, ребятки, мы сейчас садимся в машину и едем куда-нибудь кушать, потому что мы дико голодные. Дико голодные. Выглядит оно в украинском стиле. Очень миленько, красивенько. Я в украинском хат. Так. Пошли. Мне кажется, тут. мы вышли с мамой показать вам этот ресторан. Он очень сейчас атмосферный. Очень прям. В украинском стиле. Да, я уже говорила ребятам. Ой, тут даже горочка, площадочка такая небольшая. Киевская. 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 650 км. Так, Нью-Йорк. Тут. Тут. очень красиво. Тут. Очень красиво. тут даже есть ухтышка какая красота это как будто маленький городочек посмотри как будто домики сверху ваня сверху так идемте дальше за мной красивенько уютненько посмотрите какие у нас утюжочки старые кстати они настоящие нереально тяжелые как раньше были раньше наших бабушек про бабушка раньше ваши бабушки бережки подойди поближе расскажу знаете каким пользовались ставили на печь на горячую печь на огне нагревали него потом только им гладили здесь нету ничего а еще угли сюда можно ложить горячей покрытия открываются а вот сюда открываются можно ложить угли ну так вот вашего отблеска владельца технологии и с этой стороны вот такой самоварничек утюжочки их так много да мам мы тебя обязательно ждем ребята вот такой борщ видели красивые смотрите какая подача какая красота сало сметану лучонки текут это гренки тарелочка в тарелочке это чтобы не разлить в общем сейчас меня уже полный родственок да у меня тоже сейчас будем кушать сейчас еще маме принесут уже не кушать и наши приятного вам аппетита девочки а сами можно познакомиться мама стесняется дальше вроде нормально нет нет ну ладно я пойду с другими знакомиться а что вы это выпендриваетесь так что мы довольны мы покушали настроение поднялась с нами знакомиться можно ясно садись с нами покатаешься не я же поломаю качельку ну ладно окей в общем мы наелись получили много позитивных эмоций и сейчас будем уже ехать отдыхать отдыхать мы в отель заселились на пару суток нам еще что нужно найти квартиру найти хорошую квартиру хотя бы на месяц и там посмотрим в общем сегодня вечером что мы в поисках квартиры а завтра будем весь день ездить пожелайте нам удачи до искать надеюсь что нибудь хорошее найдем ну все давайте чмаки чмаки ребята подписывайтесь на мой канал обязательно ставьте этому видео лайк и ждите нового влога да делитесь этим видео со всеми своими друзьями и всем пока пока чмаки чмаки а